МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём очередное занятие. И первое, что я хотел у вас спросить, если у нас готовы сделать доклад по коллективному договору. Мы договорились, что на следующем занятии мы все вместе выступим с каждым... ...троём, хором. ...сравнить наше видение документа. Пожалуйста, можно и так. Хорошо. Тема сегодняшнего занятия – начало коллективного трудового спора. Степан Степанович, можно, да? Начало коллективного трудового спора. Значит, как вы помните, наш курс называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Поэтому мы не просто вот вводим пальцем по Трудовому кодексу, и там написано коллективные переговоры, потом коллективные трудовые споры. Между прочим, там не написано ничего про конфликты. Вообще ничего не написано в Трудовом кодексе. Ничего. Хотя весь этот раздел коллективно-трудовые споры относится, на самом деле, к конфликтам. Но, как бывает, по ходу дела дорабатывали, 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 и в конце стояло в скобках конфликтов, и выкинули. Дескать, у нас общество бесконфликтное, конфликтов у нас нет. А споры есть. Но эти споры, там, под названием споры идёт и забастовка. А забастовка уж, понятное дело, какие же это споры? Это такие, это самое, что ни на есть, конфликты, причём по определению. То есть это переход или такое противоречие, которое обострилось до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Ну, а начало коллективного трудового спора. Если мы будем, как юристы, водят пальцем и говорить, вот написано же начало коллективного трудового спора, выставление требований. А мы с вами что рассматривали в прошлый раз? В прошлый раз мы рассматривали коллективные переговоры. Ну, а переговоры – это разве не споры? То есть это можно делать с оплатой по-среднему, вести коллективные трудовые споры. Работники ведут эти споры с администрацией с оплатой по-среднему. До трёх месяцев можно их освобождать. И тут вдруг написано, вот споры начинаются потом. Ясное дело, что споры эти могут считаться начатыми три месяца назад. Более того, если работники уже идут на коллективные переговоры, то есть от них требуется не просто прийти к начальнику, побеседовать, объяснить, желательно бы вот это сделать, поспорить, а требуется получить формальный мандат, что больше половины работников присутствовало на собраниях, которые делегировали таких-то, таких-то и таких-то. Или более половины делегатов конференции присутствовали, половины приняла такое-то решение, а конференция строго по закону была избрана таким образом, что обеспечено представительство более половины работников на конференции. Вот в этом случае ясное дело, что вот эти люди, которые ведут формальные переговоры, а ведение формальных переговоров – это, с точки зрения политической, это знак перехода от аргументов к тем действиям, которые могут последовать по итогу. Значит, понятное дело, что сам по себе процесс переговоров, которые мы рассматривали, формально еще не являются конфликтами. А чем заканчиваются переговоры? Вот чем? Соглашения? Нет. Как правило, такие переговоры... Значит, какие переговоры ведутся? Если по серьезным, по несерьезным вопросам, то они и заканчиваются соглашением. По несерьезным. А если у вас крупные разногласия, а именно... Ну, какие могут быть крупные разногласия? Представьте себе, последние три года реальная заработная плата снижается постоянно в России. Снижается. И на сегодняшний день реальная заработная плата составляет 92,5% от уровня 2013 года. Это серьезный вопрос. Поэтому я выставил коллектив требования повышать ежегодно реальную заработную плату, а именно покрывать инфляцию, что называется, индексацией, плюс 6% сверху. Вот такое требование. Ну и вот как вы думаете, эти переговоры идут, идут, три месяца... Ну, работодатель даже не против того, чтобы вы еще три месяца сидели, но ему платить не надо такую зарплату. Он готов еще дать вам. И он идет. И предлагает, давайте других людей выделяйте, и мы с ними будем разговаривать. То есть оплачивать надо только этих. А так надо будет всем поднять зарплату. Поэтому, на самом деле, если речь идет о серьезных вещах, или вы для тех, кто во вредных условиях потребовали увеличить отпуска, или вы решили установить себе не 12-часовой рабочий день, как вот в том проекте, в том договоре, который есть, а 11-часовой. Существенная разница? Ну, существенная. Так вот он в 12... Одно дело на 12 часов подработал, другое дело 11. Очень существенно. Но это требует уже некоторых больших преобразований. А если вы потребуете вместо 12, 8 установить, это что будет означать? Что значит, что у вас цикл будет не такой вот две смены по 12 часов? А цикл будет такой 8-8-8. 8 утра, 8 вечер и 8 ночных. С 12 до 8 ночью. С 12 ночью. В 8 утра закончили. Пошли. А тут они в 12 начинают и работают. Можете себе представить? Или начинают, допустим, в 10. Тогда они должны закончить во сколько? В 10 утра только закончить. А начинают в 10 вечера. Такая ночная смена. И ночью-то хочется поспать. А тут и ты с вечера начинаешь здесь идти. И заканчиваешь только в день. И тяжелая работа. Разрушительная для здоровья. Там смеются докеры. Ну, так сказать, условно смеются. Потому что там есть такая профсоюзная организация инвалидов. То есть, есть выделенный человек, зампредседателя правкома, который оформляет инвалидность докером. То есть, докеры, потерявшие здоровье, а у них быстро развивается радикулит, как профессиональная болезнь. Они идут по соответствующим медицинским учреждениям, оформляют этот подарок своего здоровья юридически. И после этого получают документ. И им тогда предприятие должно оплачивать известную долю пожизненно. Известную долю. Их заработные платы ранее. Они уходят на инвалидность. И могут еще и работать. Но плюс им ведет определенная сумма. Допустим, 15 или 20 тысяч ежемесячно. А вот там еще в договоре такой пункт был, что если работник получает какой-либо УВИЧ, если следует получать инвалидность, то акционерное общество физически содействует его дальнейшему трудоустройству. Там же только, может быть, смены профиля или в смежной профессии. Оно-то содействует. А прецеденты были такие, когда кто-то... Были. Такие прецеденты были. Но предпочитают люди, которые получили профессиональное заболевание, уйти на это профессиональное заболевание. Вот я знаю товарищ Рысев. Он ушел. Такой здоровый. Ну, с виду очень здоровый догер. С такими плечами. Спортивный. Спортивный, но хромает уже после этой работы. Он ушел на профзаболевание, оформил, получает там соответствующую сумму, ну, где-то грубо, допустим, 20 тысяч. И устроился тренером в бассейне на Канонерском острове. То есть он там инструктирует тех, кто плавает, получает там зарплату без таких нагрузок. И в то же время, значит, у него есть ежемесячное еще плюс 20%. Ну, те люди, кто на профзаболеваемости, они должны обязательно раз в год в санатории провести лечение. Обязательно. И обследование проходит. То есть они как бы все время на контроле. А вдруг у них, вот как раньше было, значит, если у человека нет ноги, а вдруг она отрастет? Вот, приглашают на комиссию, она не отросла. Так, констатируешь, что не отросла пока. Вот у лягушки, если вот лапу придавить, она может отрасти. Известно. А у ящерицы хвост. Ну, таких вот случаев, чтобы отросла нога, пока вот в отношении людей не замечено. Короче говоря, значит, все прекрасно понимают, что вот эти переговоры заканчиваются чем? Не тем, что вы сказали. Соглашением – это когда эти споры такие мирные, что никаких больших разногласий нету. А если есть большие разногласия, чем они кончаются, эти переговоры? Ну, чем-то они должны закончиться? Какой итог? Протокол разногласий. Вот, видите, продвинутые люди вам говорят. Протокол разногласий. Протокол знаете, как составляется? Разногласий не знаете? Объясните, товарищи, как составляется. Разногласий, нет? Так, что обе стороны дописывают пункты, по которым мы достигли селезда. Да, ну, примерно так. Значит, во-первых, обе стороны, вот они три месяца вели переговоры, и чтобы это не получилось так, мы договорились или мы не договорились, говорили вы такое или не уговорили, что нужно делать? Нужно вести протоколы каждого заседания в течение трех месяцев. Значит, одна сторона выделяет одного для того, кто будет вести протокол и подписывать, соответственно, а другая сторона другой. И они потом встречаются совместно и составляют совместный протокол. В случае, когда они вот эти два человека, один говорит, нет, было так, а другой говорит, не так, ну, составляет два протокола. Каждый свой. И тоже не надо из этого делать какой-то войны. Ну, вам показалось, что я вот так сказал, а мне показалось, что я так сказал. Ну, и пишите, что вам показалось, а я напишу, что я, что мне показалось. И всё. И составили два протокола. Не надо устраивать стычки из-за таких мелких вещей, из-за того, кто что сказал. Тем более, что я, наверное, если я досказал неправильно, я считаю, что вот так, ну, так это моя позиция. Так кто знает лучше? Я лучше знаю, какая у меня позиция. Может, я думал одно, а сказал другое. Бывает такое? Бывает. Не надо сыпляться. Ну, это протоколы каждого заседания. Ну, это в течение трёх месяцев раз в неделю. Раз в неделю – это четыре недели в месяц. Двенадцать заседаний, двенадцать протоколов. И, наконец, в конце пишем документ. А документ выглядит таким образом. Протокол разногласий по коллективу на переговорах с такими организациями, между работодателем и работниками. Разделяется пополам лист. С левой стороны позиция работников. Формулируется, вот как вы сказали. Ну, номер первый. Вот поэтому вот такая позиция. И обоснование. А почему вы это требуете? Кто это должен написать? Ну, работники пусть и пишут, как они считают нужным. Есть тут какая-то дискуссия по поводу того, что думают работники? Нету дискуссии, нет почвы для дискуссии. Что работник считает, пусть и записывают. А дальше идет позиция работодателей по этому вопросу. Вот работодатели то, что считают нужным. Какая у них позиция по этому вопросу? Свою формулировку. И обоснование этой формулировки. Как они считают нужным? Написали. Здесь есть какая-то почва для спора? Тут нет спора. Мы оформляем. В чем наши разногласия? Я вот считаю, что это Фома, а вы считаете, что Ерема. А почему я считаю, что Фома написал, а вы почему считаете, что Ерема? И мы идем дальше. Пункт второй. То же самое. Позиция одна, позиция вторая. Третий, четвертый, пятый. Вот вместо такого изречения, которое вы сделали сгоряча, можно было бы так сказать, что в пункте разногласий перед началом по гору все эти пункты были в разногласиях, правильно? Было, допустим, 23 пункта, а по окончании переговоров протокол разногласий содержит 18 или 17, или 15. Он сократился. Но они не смогли за три месяца эти разногласия преодолеть. Раньше, не так давно, наверное, года три еще не прошло, в Трудовом кодексе стоял такой пункт. Составление протокола разногласия является основанием для начала коллективного трудового спора. То есть, сели вроде поговорить, говорили, 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 три месяца прошло, и появилось основание для начала коллективного трудового спора. Законодатель подумал, законодатель в лице Думы и в лице Совета Федерации подумал и решил изъять этот пункт. И в последних вариантах Трудового кодекса уже в новых изданиях, они все время меняются. Поэтому, если у вас есть старый Трудовой кодекс, то вы можете оказаться в положении человека, который ссылается на какой-то пункт, а его там уже нет. Поэтому лучше брать новенький. Если вы берете Трудовой кодекс, он дешевый, порядка 120 рублей. А если вы будете с комментариями, которые абсолютно не нужны, потому что комментарии вы и сами можете написать, на комментарии ссылаться бесполезно. Это не норма же закона. Мало ли что думает тот или иной юрист по поводу того, как это применять. Как хотите, так и применяйте. Вот закон, а вот слова по поводу этого. Но люди за это деньги получают, за написание комментариев, у них это разбирают. Сразу люди хотят почитать. Хотя, на самом деле, это пустое чтение. Надо вдумываться в то, как вы будете применять эти пункты, а не то, что думают по этому поводу те или иные юристы. Один и тот же разные люди разные варианты будут придумывать, как это применять. Могу вам привести сразу пример, относящийся как раз с политическим составляющим социально-трудовых конфликтов. Вот, слушали вы меня, слушали, надоело вам меня слушать, потому что никак не можем дойти до конфликта, до забастовки. И решили вы взять и в следующий раз прихожу я сюда, а вы заявляете, а мы объявили забастовку. Так, что в этой ситуации? А что значит обеализовывать? Вот представьте себе, вдруг, раз и завод забастовал. Никакой процедуры не проходили, ничего не делали, ничего не избирали, ни примирительной комиссии, ни арбитража, ни посредника, ничего. Забастовал. Какие юридические последствия этого дела? Вот забастовка сейчас. Я пришел, я генеральный директор прихожу, никто не работает. Я говорю, что у вас такое? Что такое? В чем дело? А у нас забастовка. Так она у вас незаконная. Ага, незаконная, это только суд может объявить. Так? Ну так сейчас пойду в суд. Ну идите. Я начинаю вызывать юриста, а юрист у меня в отпуске. Ну, черт, понимаешь. Когда я, так сказать, за этого самого беру начальника юридического отдела или экономического отдела, пишу ему доверенность, в доверенности, значит, пишу, пусть он пишет заявление от имени, согласно доверенности, от имени генерального директора о том, что, значит, просим признать забастовку незаконным. И заявление в суд. Ну, как вы понимаете, сегодня вы сдали заявление, а вам могут сказать, что она оформлена не по форме. А эти бастуют. Тогда надо переделать. Дается срок. Судья дает срок для оформления должным образом. Вот вы оформили то-нибудь доказательство представить. А с чего вы решили? А как вы поняли, что у вас забастовка? Ну, как-то надо подтвердить же. Ну, вот если я судья, я же не видел. Вы чего мне должны быть? Ну, если вы мне покажете фотографию вашего завода, это мне недостаточно. Ну, как вы докажете, что это у вас забастовка? Как вы докажете, что люди не работают? Ну, давайте пишите там, скажем, свидетельские показания вот таких-то руководителей. Только оформите их как следует. Там была должность указана, все там написано, подписи все наручные. Заверено, что должно быть вами, что заверяю подписи этого. А не просто так. Мало ли чего, это вы один человек написали за всех руководителей? Я же судья, я ваших людей не знаю, вы мне даваете документы. Короче говоря, пока это все судное дело стоит, завод стоит. Идет забастовка или не идет? Де-факто. Идет. А де-юра? Нету. А де-факто есть. Так, хорошо. Наконец, свидание суда. А пригласить надо представителей работников? А нету представителей работников. А кто представителей работников? А никто же ничего, никого не избирал. Мы же берем какой-то служб. Взяли и остановились. Остановились и все. И никто не работает. Вы, этот зачинщик, говорю, боже упаси, я жду, когда все начнут, и я начну работать. Уже истосковались руки, можно сказать, по металлу. Вы зачинщица? Ну нет, конечно, она улыбается, ясно, что она не зачинщица. Вот, серьезное лицо, она зачинщица. Да? Вы? Признаетесь. Они смеются. А что вы смеетесь? У меня тут забастовка, они смеются. А ты что, издеваетесь, что ли? А вот кто-то. Вот смотрите, молчит, ни с кем не разговаривает. И как бы в тельняшке такая, кофточка, дескать, мы матросы, мы ничего не боимся. Ну, такой стилизованный под тельняшку, красивый очень, хорошо, ну вот понятно. Но видно, что, видимо, ничего не признается. Так вы не зачинщица, нет. Как доказать? Кого везти в суд? Так, а судья говорит, знаете что, у меня тут вот время, у меня тут столько судебных дел, вы мне, где вторая сторона? Я же не могу рассматривать заявление без второй стороны. Давайте вторую сторону. Значит, если есть профсоюз в этой организации, можно. Ну, хорошо, тот говорит, вот вторая сторона, это профсоюз. Ну, давайте тогда, давайте я повестку ему написать. Судья пошел на встречу, хотя профсоюз может сказать, мы в этом не участвовали, это сами работники. Он профсоюз может сказать, мы не сторона. Мы, говорит, явиться мы можем судить, но мы не сторона, потому что мы вообще отговаривали всех. Я вам говорю, ни в коем случае не постойте. И вам говорил, и тому, и тому. И могу свидетелей, там, три или четыре, пять бумажек принесу, свидетельских показаний, что мы все подтверждаем, что профсоюз вовсе не призывал на запасы, на город отговаривал. И что делать судье? Ну, что делать? Ну, тогда может этот самый работодатель, может эту сторону собрать, он может объявить собрание коллектива, вот, может провести, правильно? Но все равно не работает. и так, на собрании коллектива начинать выяснять, вот я уже у вас тут выяснял, и удалось мне выяснить, кто? Не удалось. А они говорят, так вы будете работать? А человек говорит, нет. Почему? А потому что требования, вот вы этого не выполняете, и мы не будем работать. А кто у вас в окно? Никто не представляет. Ну, и что, как может, и что делать? Вот судья, а судья дело не представляет. И так и тянется, и тянется, дорассмотрим случай, когда нашелся. Нашлись все-таки люди, которые говорят, да, вот мы готовы в суде отстаивать это дело. Приходит суд, судья начинает, ну, что я назначил, тогда уже дело. А все идет забастовка. Де факта. Ну, принимается решение объявить забастовку незаконной. Что по этому поводу написано в Трудовом кодексе? Когда должны работники приступить к работе? Что написано в кодексе? Ну, не говорите, значит, вы и не зачинщица. Когда должны приступить работники? Там написано, не знаю, там думали товарищи, которые это писали, когда они формулировку давали. Я думаю, что не очень сильно думали. Формулировка такая. Работники обязаны приступить к работе на следующий день после вручения решения суда о признании забастовки незаконной органу, который возглавляет забастовку. У вас орган есть, который возглавляет забастовку? Нет. Опять-таки, та же самая коллизия. Кто должен вручать решение? Ну, кто должен вручать? Судья принял решение, его больше ничего не волнует. А кого волнует? Волнует администрация, то есть работодатель. Работодатель все должен тогда сделать. Он должен получить исполнительный лист. У кого? У секретаря суда. А секретарь говорит, ну, на следующей неделе приходите, я вам это оформлю. Уже судья с вами разговаривать не будет. Вы договорились с этим помощником судей? Вот помощник судей вам это дело оформит. У вас есть исполнительный лист. Куда вы с этим исполнительным листом пойдете? К старшему судебному приставу. Вы пойдете вашего района. Вы знаете, где у вас там судебный? судебный пристав расположен. Я, например, не сразу узнал, где судебный пристав расположен центрального района. Там вот, если, представляете себе, галерею, да, вот за ней большой серый дом, там прокуратура центрального района, а там дальше еще такой двор, частично принадлежащий университету педагогическому. Вот туда надо войти в первый двор, потом во второй двор, и когда во второй двор вы вошли, в конце последний, там дверь, в эту дверь зайдешь, и там служба судебных приставов центрального района, где они друг у друга на голове сидят, и вокруг они всякими бумагами, когда вы к ним приходите, они снимают с того стула, который вам предлагают эти свои дела, исполнительное производство, и дают вам место, и вы начинаете говорить, вот нам бы хорошо, куда вы пойдете? К старшему судебному приставу с исполнительным листом, а дальше что будет? Возбудить надо исполнительное производство. Он возбуждает, назначает, вот вы будете исполнять. И вот вы приходите на завод, все сидят, и что вы спрашиваете, где ваш этот самый орган, который руководит? А что вы скажете, где ваш орган? Кого не спрашивается, нет? Ну не знает, и что, еще идет забастовка. В этой ситуации, вот если она так вот сделана, самый лучший вариант товарищу, работодателю, как-то замириться с коллективом, потому что может получиться, что у него вообще он ничего не может сделать на заводе. Он и уволить никого не может, потому что забастовка, во время забастовки нельзя уволить, потому что, если она незаконная, а если он признает, а она пока еще не признана незаконной, более того, не то, что признается назад незаконной, вы обязаны приступить к работе на следующий день после вручения, решения суда о признании забастовки незаконной вот этому самому представительному органу-работнику. Наконец, а вдруг есть он у вас? Есть. А где вот, вот вы, допустим, входите в этот орган и его председатель? Я прихожу, а вы где-то в кочегарке играете в домино. Как я вас найду, вот если я судебный приступ? А мне особенно и находить не надо. Я пришел, поспрашивал, нету, потом посмотрел на часы. Так, я пришел в 17, сейчас уже 18. Работаю я, у меня рабочий день, до 18. Я пошел домой. А у меня этих исполнительных производств, я вам сразу сообщу, поскольку мне приходилось глубоко знакомиться с деятельностью службы судебных приставов, поскольку я участвовал в создании профсоюзной организации службы судебных приставов города Санкт-Петербурга. И я хочу вам сказать, что у них исполнительных производств намного больше, чем они могут исполнить в соответствии с законом, то есть, все довести до конца. Поэтому, ну, какие-то будут неисполнены. Ну, он походил, посмотрел, раз пришел, два пришел, три пришел, плюнул, больше сюда и не приходит. Пойдет другой исполнять. Это не то, что он увиливает эту работу, но у меня 150 этих исполнительных производств на мне висит, но я не делаю это 149-е, а делаю 150-е. Вот и все. А забота работодателя, это забота работодателя. И пусть он думает. Короче говоря, наш уважаемый законодатель, он так пустил хорошее плавание этот корабль, и слово конфликт убрал, и тут никакого вообще конфликта нет. Забастовка идет, никаких примирительных процедур нету, ничего не объявлено. А бывают и другие ситуации. Например, авиадиспетчеры. Они проводили, они вообще не могут никаких забастовок строго по закону проводить, потому что они относятся к транспортной отрасли, и они не должны, так сказать, по нашему законодательству, в отличие от законодательств других государств, проводить забастовок. Не имеют права. Хорошо. Ну, раз не имеют права, что это означает юридически, что суд признает их забастовку незаконной. Но это надо, пока суд не приедет. Кто-то, кроме суда, может это сказать? Вот, я вот приду к вам, я ваш начальник, сказать, ваша забастовка незаконная. А вы скажете, не знаем. Может быть, такое решение суд и примет, а может и нет. Суд у нас справедливый. Вот, может он примет решение другое, посмотрит на вас, посмотрит, что вы делаете, вы рассказываете, какие у вас тут дела на предприятии. Может он войдет в суд дело и может и примет, что заправданы эти действия. Ну, во всяком случае, это вот хорошо, что вы так считаете, но нам нужно решение суда. Если будет решение суда, мы люди законопослушные, как там написано, на следующий день, да? На следующий день будет. И в суд есть исполнительный орган, все в порядке. Но приходит судебный пристав, где этот исполнительный орган должен находиться во время забастовки? Скажите, пожалуйста, есть такая обязанность исполнительного органа сидеть в какой-то комнате, чтобы когда придет судебный пристав исполнитель, вот тут бы он его увидел. Нет такой обязанности. Во-первых, во время забастовки могут люди сидеть дома. Во-вторых, они могут поехать ловить рыбу. В-третьих, они в ближайшем могут находиться кафе. В-четвертых, они могут спать. Вон там, в этом самом, в кочегарке там тепло, хорошо, у них там есть матрас, есть подушки, они там спят во время забастовки. Ну, чтобы так не покидать трудящихся. А вы приходите, я спрашиваю, не знаете, где ваш этот завоставочный комитет? не знаю. Другого спрашиваю, не знаем. Третьего не знаем. Никто не знает. А тянется и тянется, и тянется, и наконец. Ну, вот я беру тот вариант, когда, наоборот, с самого начала известно было, кто организовывал. То есть, профсоюзный комитет федерального профсоюза авиадиспетчеров во главе с президентом Ковалевым организовывал забастовку. Ну, как он ее организовывал? Организовывались не забастовки, на самом деле, а или профсоюзные собрания, о которых я вам говорил, или голодовки, после которых трудящийся, который голодал, рвался на работу, а медики его не пускали. Поэтому медики не пустили людей на работу, а работники рвались на работу. А в это время была объявлена забастовка с этими требованиями. Забастовка. И вот суд вызвал, в суд были вызваны вот этот самый президент федерального профсоюзного авиодиспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич, а также представители работодателей. Оказалось, что у представителей работодателей не оказалось бумаги, что они представители работодателя. И вот судья говорит, я сейчас объявлю эту забастовку незаконной. А Ковалев говорит, а не пришел работодатель. Как не пришел? Вот же сидят. Так они вот, нет документов. А ну, как говорят эти, покажите мне ваши документы. Что они, вот представители работодателей пришли без бумажек о том, что они представляют на суде эту организацию. Так, откладываю на месяц. Ну, судья-то они не что, думаете, завтра будут рассматривать? Это, почему говорят, суд до дела? Это долгая, может быть, история. Поэтому отложил. А эти все продолжают свои коллективные действия, которые не укладываются в понятие забастовки. Наконец, следующее заседание суда, и вот уже тут судья видит, все оформлено, есть. Ну, что, говорит Сергей Анатольевич, есть представитель работодателей? Есть. Ну, теперь мы, все у нас готово для принятия решения? Все. Ну, вы, наверное, знаете, какое решение я сейчас приму? Конечно, говорит. Ну, как, у вас есть образование? Да нет, есть, у меня кое-какое знание юридическое. Ну, какое я сейчас решение приму? Ну, какое-какое? А признание забастовки незаконной. Ну, да, значит, вы понимаете, что я сейчас понимаю? А зачем тогда вы это делаете? Как зачем? Чтобы усадить работодателя за стол переговоров. Ну, и что, удалось вам это? Да. Вот, видите, вот он сидит. Вот он сидит. После этого, значит, она признает забастовку незаконной, и с завтрашнего дня забастовка прекращается. А она ее и не была. Как бы, ни в чем она не выражалась. Поэтому он просто объявляет, чтобы забастовка прекращена в соответствии с решением суда. И дело с концом. То есть, одно дело юридическое, а другое дело фактическое. А в том случае, когда вот этот неизвестен представитель, приходят судебные приставы и никого не могут найти, потому что это же не что такое представитель работников. Это люди какие-то, члены профсоюза, может быть, председатель. Он не сидит в кабинете. Есть такая обязанность, что председатель правком должен сидеть в кабинете? Нет, он с народом должен. А где народ? Там народ везде. А и во время забастовки люди могут находиться вообще не на работе. Хотя вот я никому не рекомендую это делать. Лучше бы они там, неизвестно, что может получиться, лучше находиться на... Сидите на производстве, читайте «Капитал». Не нравится «Капитал»? Читайте другие книги. Во всяком случае, люди это, так сказать, все это заняты, изучают, слушают конфликтологию, предкурс, вызвали специально специалиста, им объясняют, какая процедура, что это такое, коллективные трудовые споры, что такое конфликты и так далее. Самое время учебы никак не могут найти. Короче говоря, забастовка тянется и тянется. И что? Наконец, разыскали, нашли, вручили. Тогда со следующего дня обязаны начать, обязаны приостановить, остановить забастовку, прекратить ее. Все, вопрос закончен. То есть была забастовка, не бессрочная, ее прекратили. Через два дня опять забастовали. Что, опять у вас забастовка? Нет, у нас по другим уже требованиям забастовка. А раз по другим требованиям, то что? Какая забастовка? Другая, новая. А новая забастовка признана незаконной? Нет. Что должен сделать работодатель? Опять снова эту всю, эту музыку, опять выдать доверенности, или он сразу выдал доверенность на три года на представительство в суде своем. Делали масштабы, они пошли в суд, опять суд начинает вызывать, опять принимаются решения. Так, а сколько? А через неделю опять могут объявить забастовку? Третью. Есть ограничения по числу забастовок? Нет. Есть ограничения для суда по числу объявлений незаконными начатых ? Тоже нету. То есть суд, а ему хорошо, он сколько уже судей оценивает, потому сколько они процессов провели. Вот вы провели пять процессов, а я прошел, провел 25. Мне повезло, потому что мне досталось вот такое предприятие, на котором все время вот эти инициируются забастовки, и я все время принимаю решение. У меня вот показатели в пять раз выше. там премии будут распределять, вот председатель суда должен меня не забыть. А вы учитесь, найдите себе предприятие, пусть они там побасуют незаконно, и тогда у вас тоже будет премия. И что получилось? То есть, поэтому мы должны понимать, что вот эти вот контуры, которые описаны в Трудовом кодексе, они как бы предмет для обдумывания. Но если речь о борьбе классов, то если как вы понимаете, представители этих классов, они думают о том, как осуществить свои интересы. А если они думают, они могут осуществлять свои интересы при том законодательстве, которое есть, без ссылки на то, что оно плохое. Хотя очень часто некоторые профсоюзные деятели, даже можно сказать большинство, стонет, что у нас плохое законодательство, что очень трудно реализовать эту всю процедуру. А зачем вам торопиться ее реализовывать? Представляете, какое сложное дело вообще проведение забастовки? Если забегать вперед, надо ведь во время забастовки соблюдать порядок, дисциплину, отвечать за имущество работников-работодателя. Пропадет вот что-нибудь, или это будет пахнуть уголовным делом, и кто будет отвечать? Орган, который возглавляет забастовку. Поэтому куда-то стремиться и бежать ни в коем случае не следует. Имея это все в виду, я должен сказать, что имея это все в виду, мы должны констатировать, что фактическим началом коллективного трудового спора являются вот те самые переговоры, о которых мы говорили в прошлый раз. И они могут длиться три месяца. Закончились они составлением протокола разногласий. Теперь законодатель это основание выбросил из закона. Это не является основанием для разрешения коллективного трудового спора для начала забастовки. Поэтому вы можете эти все пункты, которые у вас были записаны за позицию работников, переписать теперь в требования работников и снова собирать или собрание коллектива или конференцию и голосовать, и протоколы составлять, потому что если дело дойдет до суда, вам придется в суд предоставлять заверенную копию протокола конференции или собрание или собрание по подразделениям с общим протоколом, где суммируются итоги голосования по всем подразделениям и чтобы подсчет показывал, что больше половины работников проголосовали за эти требования. Поэтому требования это вам не протокол разногласия. Протокол разногласия теперь никого ни к чему не обязывает. Вы поговорили и выяснили свои разногласия, наши разногласия, вот и все. И теперь вы знаете, какие у нас разногласия. А требования это значит, что это уже не просьба и не предложение, и не позиция, а это та позиция, которую вы будете отстаивать, в том числе, используя право на забастовку. Правильно? Вот что такое требование работников. В том числе, не отказываясь от использования права на забастовку. Поэтому к требованиям должен работодатель отнестись не так, как к позиционной переговорам. То есть, здесь уже замаячила забастовка. То есть, на самом деле, начало переговоров было три месяца назад. Начало споров-то, начало коллективно-трудового спора. А здесь пошла речь уже не о спорах, а здесь уже начало конфликта пошло. Почему? Потому что, если я от вас требую чего-нибудь, это не то, что я вас прошу. Но если я попросил, дайте, пожалуйста, телефон. Это одно дело. А вы можете дать, может нет. Если от вас требую, значит, что-то у меня какие-то пары громил там есть сзади. Сейчас войдут и заберут у вас этот телефон. Раз вы так не хотели отдавать. Когда я могу потребовать? Когда за этим какая-то есть сила. А если силы нет, то смешно это выставлять требования. Не надо их и выставлять. Не надо позориться. Чего требуют? Требования записываются и оформляются решением или собрания, или конференции. Вот они оформлены. После этого эти требования должны быть в бумажном виде вручены работодателю. А в трудовом кодексе расписано, что должен сделать работодатель. Он может сделать следующее. Он может ничего не ответить на эти требования. Ничего не отвечает. Это предусмотрено законодательством. Если работодатель установленный срок, там, семидневный, не ответил на требования, считается, что его ответ отрицательный. Я вот у вас попросил, дайте мне, пожалуйста, телефон. А вы вообще не отвечаете ничего, как будто и не слышали. Я вам раз говорю, два говорю, три. Ну, значит, я сам должен додуматься, что ответ отрицательный. Ну, вот, чтобы народ не сумлевался, в нашем трудовом кодексе записано, что это считается, что ответ отрицательный. Второе. Вы мне потребовали, и тут работодатель дрогнул. Он до этого занимал твёрдую позицию, которая подписана в протоколе о разногласии. А тут он решил пойти на некоторые уступки. Потому что ему очень не нравится доводить дело до забастовки. А теперь от него зависит, будет забастовка или нет. Раньше не от него. А ему уже, собственно, предложили. Ну, как, будем делать забастовку? Не будем делать забастовку. Это зависит от того, что вы ответите. Значит, если ответ будет положительный, забастовки не будет. А если ответ будет резиновый, то вы предлагаете, потому что у забастовки есть какая сторона? Отрицательная для работников. Вы во время забастовки зарплату-то будете получать? Не будете. Никто вам не обязан. Если у вас предыдущая забастовка не закончилась успешно, и если не было записано требование, оплачивать время забастовки. Потому что некоторые организации, в том числе в других странах, такие записи имеют. И добились, что вот в случае неизбежности забастовки оплачивать будут работодатели. Из каких фондов? Работать мы не будем, а зарплату получать будем. Но это если вот таков был итог предыдущей забастовки. Если этого нет, ну тогда просто вы потеряете в зарплате. Так вы думаете? И думать об этом, конечно, должны работники. Как ее организовывать, чтобы для себя тоже не иметь очень большой ущерба. Поэтому работодатель ответил вам, что он готов частично удовлетворить требования. А именно сделать то-то, то-то и то-то. Ну, допустим, на 50% того, что вы требовали. Вы требовали повысить вам зарплату на 30%? На 15%. Но уже все. Вот последний мой ответ. Не хотите, а так я вам повышаю. Если вы согласны, с завтрашнего дня вам будет повышение на 15%. Не согласны? Бастуйте хоть до потенения. Не будет вам никакого повышения. А почему? И у него будет позиция прочная, роботодатель. Я им предлагал повысить. Они не хотят. Зарвались, ребята. Я с такими рвачами не хочу и разговаривать. Пусть бастует сколько угодно, я потом наберу других. Открою сейчас другую фирму, всех буду поодиночке переводить. Вот хочу вам пример привести. Не совсем из области конфликтов с работниками. А вы, наверное, знаете, что собственником Балтийского завода, собственно, как и Северной верфи двух заводов, которые очень сложные делают корабли, в том числе военные, особенно Северный верфь, был гражданин Пугачев, член Совета Федерации, и который сейчас скрывается за границей. И вот была забастовка на Балтийском заводе, связанная с тем, что все, весь в долгах, как в шелках Балтийских. Работаем, работаем. Коллектив очень квалифицированный, работа очень квалифицированная. Колоссальные долги у этого самого Балтийского завода. То есть деньги куда-то уходят, прибыли нет, и зарплата не растет. Туда приезжал Путин. И решение было принято такое. Оно шло параллельно с тем, что начали соответствующие органы заниматься этим Пугачевым, у которого, собственно, еще был Межпромбанк. А в дополнение к тому, что нам с вами известно, вот буквально на днях в российской газете было сообщение о том, что заместитель главы Ростуризма Амундс вывел из Роспромбанка Пугачева 28 миллиардов рублей. Не 8, а 28. 8 – это у Захарченко, а тут 28 миллиардов. И у них такого шума нет, вывели и вывели из банка. А в банк ведь люди… Собственный капитал банка-то небольшой, допустим, 30 миллионов, а он насобирал денег, там, миллиарды. Вот вывели эти деньги. И плакали они, денежки для тех, кто сдал этот самый банк. И что решил товарищ Путин сделать? А решили взять и перевести всех работников, создать новое ООО «Балтинвест». «Балтинвест». Туда перевести всех работников в этот ООО «Балтинвест». С работников объяснили, про Союзу, давайте туда пишите все заявления, и будете вы уже в другом заводе, без долгов. Второе. Все средства производства тоже туда перевести. Туда же. И вот эти средства производства и работников перевели в новую организацию. То есть, никто ничего не трогал, как вот там все стояло, и как люди там работали, так продолжают работать. Только в «Балтинвест» юридически он теперь пустой. Там нет средств производства, и там нет работников. На «Балтинвест» юридически. А есть «Балтинвест», в котором работают работники. Ну, поскольку они на старом месте, то по старинке называют это «Балтинвест». Но если вы так внимательно будете смотреть, на заводе «Балтинвест» работают территоработники. А тот, обвешанный долгами, «Балтинвест» юридически существует, а фактически не существует. И, конечно, мы должны такие моменты, уж коль у нас политические составляющие, мы должны различать между тем, что написано, и тем, что есть на самом деле. И так проблемы решили. А вот этого самого товарища стали преследовать, выгнали его из Совета Федерации, соответственно, решили неприкосновенности. Отобрали у него Межпромбанк, через который он выводил средства. В том числе и нашли человека, который в том числе выводил, видимо, по сговору с Пугачёвым. Пугачёв убежал за границу. У нас и другие некоторые политики известные убежали за границу. Вот, например, Митрофанов, например, такой. В своё время он выступал много во всяких дискуссиях из ЛДПР. Мне он известен как автор одного из проектов Трудового кодекса, который набрал меньше, чем проект Фонда рабочей академии, но тоже там фигурировал. И этого Митрофанова в России больше нет. Он там. А почему он там? А потому что наши юриспруденции достать, наши юридические органы достать не могут оттуда. Точно так же, как на днях буквально вчера сообщили, что жена и мать Захарченко, который на квартире у жены и матери держал 8 миллиардов в этих сумках клеенчатых рублей, и они уехали за границу в целях собственной безопасности. Сначала они придумали, что предлагаем считать это кладом. Детцы говорят, мы не знаем, откуда деньги. Все органы пришли, юридические там, МВД, и увидели, ахнули. А тогда пришли мать и жена, и вот тоже посмотрели, и тоже ахнули. А, откуда такие деньги? То есть клад. Ну, расклад, ну как, кто нашел, тот берет там десятую часть, а все остальное переходит в государство. И тогда нет ответственных, правильно? Ни Захарченко не отвечает, никто. Вот они такую песню завели. И пока люди слушали эту песню, они в это время купили билеты. И поскольку они не арестованы, и поскольку у нас, собственно, институт конфискации имущества семьи отсутствует, несмотря на то, что товарищ председатель Следственного комитета все время ставит вопрос, что это бесполезно бороться с коррупцией, если нет конфискации имущества семьи. Потому что куда как не придешь описывать имущество этого самого должника, то получается так, это на жену, это на тещу, это на сына, это на дочку, это на заловку, это на Шурина. А вот ваше что? А мое? Вот что мое? Что у нас есть такое? Самое дешевое. Я бы вот посоветовал КВН-49 держать в доме. Старый такой телевизор, который его некоторые уже и не помнят, А я помню, такой был экранчик, и еще к нему можно было увеличительное стекло, которое делалось так, что вот такой квадратный цилиндр, квадратный сосуд, и туда водичка наливалась, и все крупнее становилось. Вот это мое забирайте, а все остальное не мое. Поэтому это конфискация на сегодняшний день. А зачем мне дом, если у жены моей есть дом? Вот смотрите, вот у жены моей дворец. И зачем мне он тогда нужен, дворец-то? Мне он не нужен. Мне и хорошо у жены во дворце. А у мамы моей дачи. Я у мамы буду жить на даче. Но самого-то у меня ничего нету. А ездить на чем? Да у сына есть он в «Шевроле». А у моей дочки есть парши. И буду я на них ездить. Ну, дочка мне даст поездить, папе-то даст. И я думаю, и сын даст поездить. А зачем мне это все нужно? И ничего не нужно. У меня ничего нет. То есть мы сейчас это наблюдаем, что на эти законы, это как реагируют представители правящего класса. И почему вы, если они так реагируют, если так, так сказать, спокойно государство относится к тому, что представители правящего класса так выкручиваются, почему вы думаете, что представители другого класса тоже не будут так выкручиваться? И они тоже будут делать. Никакой забастовки у нас нет. Все у нас хорошо. Или, или, есть другой вариант, делается забастовка. Но забастовка что такое? Я сейчас спрошу, я думаю, что у меня еще и не ответит присутствующий. Что такое забастовка? Кто скажет? Только строго юридически. Вот как вы думаете, что такое забастовка? Что вы юридически не знаете? Не знаете юридически. Понятно, вы построены так решительно, поэтому вам что написано, это не важно. А вы что скажете? Что такое забастовка? Такое слово вам известно? Ну, что такое забастовка? Понятно, что это такое... Понятно, это понятие... Я вам как философ хочу сказать, философски. Понять значит выразить в понятиях. Если не выразишь в понятиях, это непонятно. А почему? А потому что, если я выразил в понятиях, я могу другим передать. Правильно? А если я выразить в понятиях не могу, я просто вот на вас смотрю глазами, можно сказать, ем. Мои же студенты, как я на них передаю им знания, но как-то вы тоже смотрите на меня и как-то не видите, что оно передается, если я ничего не скажу толкового. То есть, если нет в понятиях. Так вот, понятие забастовки, оно же непростое. У нас там есть представители, вот как всегда у нас есть рояль, кустав. Вот у нас есть юридического факультета, это тоже мамистер. Да, скажите, просто как забастовка формулируется? Согласна, да. Ну, а где у нас понятие? Это забастовка в Трудовом кодексе. Правильно, но не полно. О, знаете, все-таки юридический факультет себя вот показал вам. Показал. Но показал так, что он все-таки не полно. А знаете, в чем не полно? Попробуйте процитируть полностью. И сразу вы видите, какой недостаток вашего ответа. Маленький, но существенный. Недостаток, это же у всех есть недостатки. То есть ничего плохого я не сказал, а все хорошо. Но там вот что это? Добасовка. То есть у юристов еще, у них есть компьютеры, они могут посмотреть в кодексе, если они не помнят. А следовательно, наши товарищи могут чувствовать себя юристами, если они тоже могут посмотреть в Трудовом кодексе. кто-то. Добровольный отказ от исполнения кодексе, полностью или частично. Это очень важно. Полностью или частично. А почему это так важно? Сейчас я на этом остановлюсь. А потому что люди, которые думают о забастовке, серьезно. Они вообще думать должны, во-первых, о том, что не надо разрушать предприятие, но у вас будет забастовка бессрочная, и это ваше предприятие остановит работать. То есть у него идут заказчики. Так, значит, все, кто с ним сотрудничали, перестанут сотрудничать. Потом закончится ваша забастовка, вы выбьете то, что вы добивались, но положение предприятия будет плачевное, и в итоге получится общий минус. Закроется предприятие, и выйти еще будете... А может и работодатель закрыть предприятие. Может закрыть, скажем, но ничего не могу сделать с этим коллективом, закрою я его и открою в другом месте. Есть такая у него возможность? Причем откроет он... Здесь он производил машины, а откроет он мясное производство. Или будет колготки шить. Перелив капитала. Они в цене, тем более рвутся, и, так сказать, пускай это все время спрос хороший, и пошло день. Так мы и наблюдаем, что некоторые были вот там. Или, например, пойду в театр, как художественный руководитель нашего театра, Михайловского. Он же чем раньше занимался? Он же раньше бананы перевозил. Знаете, да? А потом набрал, 4 миллиарда в Сбербанке взял. Поскольку он известный фруктовоз, то ему доверяли. И он 4 миллиарда взял у Сбербанка. И те их не отдают. И поскольку у него пытались отобрать, а он, причем уже теперь как бы на другой работе, он и у нас был художественный руководитель. Еще Новосибирского театра художественный руководитель. Театр оперы и балета Новосибирского. Ну, человек культура. А к людям культуры лучше не подходить с такими делами уголовными. Это некрасиво, как человек культура, а вы тут начинаете его преследовать. Нехорошо. Но его все равно начали преследовать. А тогда он поехал в английский суд. И там его признали банкротом. А что такое банкрот? Если у вас сейчас вот деньги возьму, у каждого по 5 тысяч, раз, два, три, четыре, пять, 25 тысяч. Только я вот выйду сейчас на минуточку за дверь. Потом пойду и сделаю грустное лицо. И скажу, вы знаете, я обанкротился. Что это означает? Не могу. Сонечка, не могу. Не верну. Как-то не могу. Могу. Но я уже обанкротился. То есть я оформил, что я возвращать вам не должен. Вообще по-честному должен. По закону? Если меня суд признал банкротом, я вам ничего не должен. То есть вот только я у вас взял, и тут же через 5 минут я уже вам ничего не должен. Так вот он в английском суде добился такого решения. Ну, не знаю, кому он и сколько платил, это я не в курсе дела. Но вот есть такое решение. Но наш суд сказал, нам плевать на английский суд, у нас своя юридическая система. Он пошел в наш суд, и тоже я не знаю, кому и сколько он платил, из 4 миллиардов можно какую-то сумму выделить хорошим даже адвокатам, чтобы не было никаких нарушений. Хорошим адвокатам. Адвокатам можно иметь неограниченно. И все говорят, что какой, как все это правильно, как все хорошо, какой он несчастный. У него там, если есть одна квартира, одна комната, это максимум, что есть. И суд объявил банкротом. И судебные приставы пытаются продать однокомнатную квартиру теперь. А 4 миллиарда, а раз они, наш теперь суд объявил его банкротом, теперь Сбербанк остался с носом. А раз он объявлен банкротом, он уже не может занимать никакую должность такого рода. Поэтому он уже не директор театра, как он был оформлен, а только художественный руководитель. А художественный руководитель он может оставаться и деньги получать. Все хорошо. Вот он, художественный руководитель Михайловского театра и там еще, в Новосибирске. Это говорит о том, что вот представители класса господствующего, они умеют обращаться со своим законодательством, так само им не мешает. Но если вы ездите в трамвае, то, наверное, вы видели там такие объявления, 60 тысяч, и вас объявят банкротом. То есть я должен пойти набрать 600 тысяч. Потом, если поверить этим, может, это жулики, но вот такое в трамвае объявление висит, они организовывают процедуру банкротства. Смотрите, какая работа. Беру 600 тысяч, плачу этим сам юристам. А вы, Изабелла, не занимаетесь такими еще делами, нет? То есть тратите время на бессмысленные слушания лекций, когда можно деньги такие получать. все. Ну, я займусь тогда, у меня все-таки есть, я же тоже профессор по кафе экономики и права, а то я тут прозябаю на этих лекциях, от них никакого дохода нету. Вот, и тут доход будет. Так, 60 тысяч, 600 минус 60, 540 в кармане. Как вы считаете? Вполне нормально. Другое дело, что долго так не будешь промышлять, потому что один, второй прямо известно скажет, что он берет деньги, а потом не отдает. Ну, поэтому, ну, в разовом порядке. Ну, тоже 540 тысяч на дороге не валяется. Правда? Все-таки на 540 тысяч можно год протянуть. Примерно это столько у меня, вот, моя зарплата где-то исчисляется за год. Тут сколько надо лекций прочитать. А тут все, одно судебное заседание и все. То есть такого рода варианты возможные надо понимать. Так вот, в чем преимущество использования этого пункта, который нам зачитали, полностью или частично? Что выбирают толковые коллективы, которые действительно организовывают забастовку? Частичные. А что значит частичные? Ну, один час, допустим. Вот когда они окончательно оформляют свою забастовку, они пишут, будем бастовать бессрочно, бессрочно, в форме один час. А есть там в Трудовом кодексе я говорю, ворка, что вот тот комитет, который является забастовочным и который руководит забастовкой, может приостановить забастовку в любой момент, вот он приостанавливает его, ни с кем не общаясь, ни с каким работодателем, приостанавливает забастовку и начинает опять же полностью работать, как и было. И за три дня уведомить работодателя о том, что будет проходить работа в новом режиме. Будет полтора часа. Потом опять поработали полтора часа, не понимает работодатель? Начинает двигать эти полтора часа, так, они были с утра, позже на полтора часа приходили не к восьми, а к половине десятого. Хорошо, кстати, в свободном транспорте едут, отлично. Потом, значит, изменили форму, три дня проходит, вечером стали уходить на полтора часа раньше. Что плохого? 12 часов начинали в 10, кончали в 10, а теперь заканчивают половина девятого. тоже хорошо. Едут домой, еще даже с детьми поговорят. И жена увидит, хоть вместе может даже и поужина, хоть поздний ужин, но все-таки. потом решили, нет, давайте так, на полчаса перед обедом, потому что вот как-то после работы надо так по свежему воздуху пройтись, подышать полчаса, и потом час после обеда. Ну, как вот сразу после обеда, вот если хорошо поешь, сразу идти работать? Надо подумать, с товарищем обсудить, как дальше делать забастовку, какие еще варианты есть. Это надо же, эти вот полчаса или полтора часа, это очень много для того, чтобы коллективу некогда было собраться и обсудить. А сейчас, пожалуйста, полтора часа обсуждайте хоть все время, где хотите, правильно? То есть вот тут начинается быстрое обучение и быстрая, так сказать, консолидация и выработка нужного решения. Летом в порту работали во время забастовки официальной на один час меньше и приходили раньше. Плюс к этому прекратили все сверхурочные работы. Нет же обязанностей выполнять сверхурочную работу. могут привлечь, но привлечь нельзя заставить, правильно? Я обязан сверхурочной работать или могу? Вот вы меня попросили, как вот, я вас попросил, а вы мои требования не выполняете. И я ваши требования не выполняю. Не буду я сверхурочной работать. Что я должен делать? Я должен выполнять производственные задания. На сколько процентов? Сколько вы посоветуете, если у нас дошло дело до конфликта? Сколько надо процентов производственные задания выполнять? Что вы посоветовали? Чуть больше ста. Вот чуть больше ста. Товарищ профессиональный. Зачем я? Меньше буду выполнять, сказать, вы не выполняете производственные задания. а вот я на 102 процентов рога строго не меньше чем на 102 претензии есть к нам? 102 вы что будете претензии сказать мне что умереть что ли на работе? 102 процента я выполняю все а раньше я выполнил 180 160 у докеров сплошь и рядом 180 160 работа выходные дни вот вы обязаны выходные день работать? Не обязаны ну раз не обязаны а у вас вы должны поехать на берег моря подышать свежим воздухом послушать крики чаек и тогда у вас лучше будет работа на следующей неделе правильно? и все пойдет а раньше это никак не удавалось из-за этого все как-то неправильно делалось причем ну что такое час а у докеров еще у них оплата такая что у них есть заработок и преработок а преработок считается в зависимости от перевыполнения норм вот они за это время которые на час меньше выполняют полностью производственные задания получать заработок и преработок получать почти такую же зарплату перед этим работодатель в лице генерального директора анонсировал что мы посмотрим как вы будете бастовать через две недели вы приползете на коленях потому что у вас нечего будет есть оказывается зарплата почти такая чуть-чуть поменьше лето раньше приходят с работы родители встречаются с детьми идут купаться отдыхают и потом говорят давайте мы это сворачивать будем забастовывать нет так хорошо идет так хорошо у нас идет причем это же бессрочно это как бы ну считайте что вы сами все сократили рабочий день но немножко ужали зарплату а все равно ее немного этой зарплаты ну кстати они и так больше получают чем другие они получают там 80-90 не 20-30 а 80-90 ну будет не 90-80 зато мы будем отдыхать гулять и укреплять здоровье а не переходить на инвалидность то есть они взяли и сократили все рабочий день почему вам позволяет делать бессрочную забастовку есть запрет бессрочный нету установите такое требование которое точно не будет выполнять ваш работодатель точно не будет ну потому что какое-то требование дикое ну и сократите на один час значит у вас теперь не 12 часов а 11 работать надо вот и вся разница а в неделю соответственно значит не 40 а всего лишь 30 сколько там этих самых дней-то они ну 3 дня будет наверное неделю по 12 часов да значит ну вот 37 не много конечно но 37 3 часа если в одну кучу собрать и где-нибудь поставить на воскресенье это тоже хорошо они же могут и в требования так записать по будним дням на полчаса короче а в выходные дни на 2,5 то есть забастовочный комитет законодательством абсолютно тут не ограничено он тут полностью все решает более того этот забастовочный комитет может установить он согласно закону он должен так сказать быть государственным таким полномоченным государством для того чтобы выполнять минимумы работ вот минимум работ во время забастовки должен быть обеспечен тут никаких не должно быть исключения этот минимум работ устанавливается министерством то есть государством то есть во время забастовки вы должны вот это вы как хотите со своим работодателем а вот грузы для детских домов для больниц радиоактивные грузы и прочее вот есть такой перечень если раньше это было нерегулировано то есть работодатель переговоры ведет по поводу минимума работ во время забастовки, уже забастовка, уже точно, уже принято решение, а ещё нужно решить вопрос о минимуме. И он требует всю работу включить в минимум. И вот такая была картина во второй севедорной кампании. Товарищ Ослан, генеральный директор, подходит к докеру, который не работает, говорит, ты сейчас бастуешь или работают? Они говорят, я бастую. А он всё делает, потому что в минимум включено всё. Ко второму подходит, вы работаете или бастуете? Вы говорите, я работаю. А по-прежнему вы делаете то, что обычно делаю. То есть юридически считайте, что он бастует, потому что совпал минимум. Вот это государство эту практику пресекло. По требованию профсоюзов государство установило, что минимум работ должен определяться соответствующим министерством в отраслевом порядке. И поскольку министерство установило, теперь вот за рамки этого нельзя выходить. И поэтому забастовки стали реальными. Ну и люди работают, вот этот минимум выполняют, а остальное время они свободны. Для чего? Но если кто-то пропадёт, кто будет отвечать во время забастовки? Во время забастовки попадёт. Администрация, она сейчас не управляет. А кто управляет? Для вас, собственно, капитал, вот вы будете отвечать. А если это профсоюзно, значит, профсоюз будет отвечать. И в том числе деньгами. А профсоюз говорит, раз мы отвечаем, хорошо, мы создадим дружину. Приглашают замдиректора по режиму, приглашают руководителей линейного отдела милиции, и говорят, так, мы должны провести с вами совещание, два словочного комитета приглашают, по вопросу о том, как будем организовывать рабочую дружину. Чему будем учить? Я думаю, мы должны какие-то приёмы борьбы с этими хулиганами и возможными приёмы борьбы. Без оружия есть. Джиу-джитсу, дзюдо, айкидо. Борьбу с самбо надо освоить. Сейчас будут занятия проводиться. И это больше повлияло на работодателя, чем какой-то ущерб. То есть он получил, что он вообще не управляет. И вот приходит корабль и говорит, вот вы нас разгрузите, спрашивает у генерального директора. А тот говорит, не знаю. А кто знает? Идите в забастовочный комитет. А потому что забастовочный комитет как решит, разгружать, не разгружать. Забастовочка говорит, этот разгрузить. Так а что у вас происходит тогда вот у вас в Санкт-Петербургском порту? И, как вы понимаете, желающих иметь дело с таким работодателем становится всё меньше и меньше. А раз становится всё меньше и меньше, вот, это вот и есть то самое, о чём я говорил. Когда сила аргументов заменяется аргументами. Вы не хотите договариваться с нами, потому что трудовой договор – это договор двух лиц. Вы не хотите нам идти на встречу, и мы не хотим вам идти на встречу. И получился конфликт. Никто никого не бьёт, никто ни на кого не ругается. Ну, конфликт вот такого рода. Совершенно. Совершенно понятный и ясный. И он ясный без слов. Понятное дело, что лучше бы это дело как-то замириться. И поэтому такая была вот 10 лет назад забастовка в порту, где решили товарищи замириться, хотя собственник тех компаний, которые быставали, Лисин, у которого 17 миллиардов долларов. Поэтому борьба по линии нанести просто финансовый ущерб, она не была очень эффективной. Ну, перетерпит этот самый миллиардер ущерб, какой-то там ущерб, несколько миллионов, который будет от этой... Так, какой-то там ущерб. Поэтому не следует так примитивно это понимать. А вот когда городские власти видят, и что... Получается, что работодатель не справляется вообще со своими обязанностями собственника. У него нет порядка. Все за порядок отвечает и поддерживает порядок. Забастовочный комитет. А вот органы этого работодателя ничего не могут сделать. А Портовый комитет профсоюза докеров еще предпринял явное политическое действие в этих условиях. Он написал письмо президенту товарищу Путину коллективное от имени профсоюзного комитета, что вот так и так, что работодатель срывает нормальную работу Порта тем, что он удовлетворяет справедливые требования работников. Поэтому это приводит к сокращению перевалки грузов, к тому, что мы теряем позиции на мировой арене в отношении с другими государствами. Поэтому надо учесть опыт других государств, европейских, которых порты принадлежат государству. Поэтому просим национализировать наш порт, поскольку работодатель господин Лисин не справляется с обязанностями работодателя. Дальше я вот точных данных не имею, но мне рассказывали, что Владимир Владимирович приглашал товарища Лисина и как-то с ним беседовал, что надо найти такую форму, как бы это все-таки это все решить. И товарищ Лисин, он же господин Лисин, нашел эту форму, и забастовка была завершена успешно, и требования докеров были удовлетворены. Без национализации. Ну, как вы понимаете, национализация – это реальные вещи, так сказать. Потом, тут дело не в том, что вот такие принципиальные люди у нас сидят, принципиальные, наверное, люди у нас сидят наверху, но есть еще и люди, которые у этих товарищей хотят собственность отдать, сначала ее передать государству, а потом можно ее снова приватизировать, и ура получит другой. Раз у нас же делается такое, где приватизировать, а потом приватизировать? Был у Иванова, приватизировали, а потом через некоторое время снова приватизацию и дали Петрову. Такое может быть? Может быть. И понятное дело, что если это дело, вот, заходят в такие сферы, то то, о чем мы с вами говорили, переход от силы аргументов к аргументам силы, ну, вот это начинает вступать в действие. То есть это очень такое сложное дело, и понятно, что в этом смысле забастовка, она представляет собой действительное обострение противоречия, причем обострение до такой степени, что силы аргументов заменяются аргументами силы. Это все аргументы один за другим, вот они вытаскиваются и могут сработать, а могут и не сработать. Все зависит еще от соотношения сил, правильно? То есть заранее, наперед, никто вам не скажет, а чем кончится забастовка, победа или поражение. Поэтому и не надо ставить себя в положение такое, что вы вдруг потерпите положение. Докеры поставили себя в такое положение, что они просто на час меньше в день работали. Поражение могло заключаться в том, что будут снова работать не по 11, а по 12 часов, и вся разница. И немножко больше зарплаты будет у них, когда закончится забастовка. То есть в случае поражения этой забастовки они возвращаются к прежнему рабочему дню и к прежней, более высокой зарплате. И что страшного в этом? А вот если бы они пошли вот по той линии, как там юристы там сгорячо посоветовали забастовку, это прекращение работы. Ну вот, они прекратили, потом бы, значит, могли эту компанию закрыть и открыть другую. Это ведь не проблема, правда? От юридические закрытия, потом юридически открыть другую и всех туда перевести. Причем от средств производства в эту компанию тоже передать. И раз, два, и юридически, как бы, нет этой компании. Есть другая, с другим названием, и все. Ну вот, на примере Балтийского завода я вам рассказывал, как это делается. Поэтому не так надо себе представлять забастовку, что люди прекратили работу и прямо все. Вот тут такое противостояние. Вот так вот в Ивановской области такие были забастовки, и там просто мор прошел. В итоге там закрылись одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое предприятия. Бастуить, бастуить ничего. Они выдержали, ты не мог. Ну, закрыли, вы не работали. Нет никакой работы, нет никакой продукции, нет никакой продукции, даже захотел вам работодатель выплатить, а нет источника, а нет источника, и все закрылось. Ну так это, то есть, если мы вот говорим с вами, что нужен политический подход, это означает, что нужно думать о последствиях своих действий. Политика в чем состоит? В том, чтобы досматривать процесс до конца, а не начинать, не раздумывая, о том, к каким последствиям это может привести. И одни, одна сторона продумывает последствия до конца, и другая. Одна рассчитывает свои силы, и другая. Вот если правильно сторона рассчитала свою силу и приняла такую форму, которая соответствует этой силе, она ничего не... Ну, как вот... Вот у докеров была беспроверечная ситуация, а в данном случае у работодателя прорежь. Он может лишиться вообще этой компании. Ее вот сейчас раз и национализируют. Скажут, в других компаниях все хорошо, а только у вас, гражданин Лисин, плохо. Ну, почему? Во всех компаниях этого нет, а у вас это есть. Ну, объясните нам. Я присутствовал на одном совещании, где был председатель транспортного комитета. Он в своем выступлении и в записке в правительство Санкт-Петербурга написал, что руководство порта проиграло идеологическую борьбу в порту. но могу сказать, что после этого руководство порта сделало там специальную газету для работников порта и стал ее регулярно выпускать, а профсоюзный комитет газету за рабочее дело спецвыпуск Докер перестал выпускать. И на сегодняшний день можно сказать, что там вот в тех компаниях и других не вот в той компании, в других компаниях там докеры потерпели в общем поражение, потому что они вот эту задачу свои действия освещать и еще объяснять и для себя и для других, что они там за справедливое дело выступают, а не только рвут себе зарплату и их никакой поддержки они не получат. Вот вы хотите получить себе больше зарплаты, а нам, чтобы у нас была маленькая, а у вас, чтобы была большая, а мы, чтобы вам завидовали. То есть, если по этой линии все пойдет, то этот выигрыш не даст. Но это, это, вот вроде бы я вам рассказываю как некий результат, а это соответствует понятию начала. А я ведь объявил в начале лекции о том, что и пойдет речь о начале переговоров. А что такое начало? Если теперь я спрошу вас чисто философски, что такое начало, понятие начала. Вот у нас новый товарищ пришел, он на свежем воздухе был, у него свежая голова, есть такое понятие, он не замучен тяжелой неволей, как мы здесь. Начало, что такое вообще? Как вы понимаете, вот пусть что-то начали, вот что такое начало? Допустим, вы это нигде не читали, ну подумайте, ну если, ну что-то, как бы вы это высказали, что такое начало? К юристам я больше не обращаюсь, потому что они уже часть работы выполнили, ну кто-нибудь может сказать? К вам я уже обращался, вот вы можете сказать, с какое начало? Процедура создания ранее отсутствующего, чьего-либо явления? Ну да, закрутили вы их сильно, процедура создания ранее отсутствующего. Создать из-ничего, да? Это Бог, что ли, делается? Дело Бога, да? Процедура создания ранее отсутствующего, это сильно скажем. На какой день Вы это сотворили. Ну, как-то выглядит примерно так, как и дело Божие. То есть только Бог и может такое делать. А ещё какие варианты? Какие? Круглый вариант предложили. Это неинтересно же подумать на эту тему? Как исходный пункт. Как исходный пункт. То есть известно, откуда я ушёл, и неизвестно, куда пришёл. Это, знаете, когда человек пропал, так говорят. Вот исходный пункт известен. Человек у нас пишет объявление, что такого-то числа вышло из дома. И всё. И это начало. И что? Это начало? Это просто пропал человек. Объявление о пропаже человека. Известный исходный пункт. И примерно там светлая куртка, на ногах сапоги, на голове шляпка. Особый примет. А вы что скажете? Вооружённый компьютером в виде телефона. Можно я скажу, как философ? Начало есть неразвитый результат. Если вы что-то начинаете... Начало, оно же предполагает, что есть результат. Правда? Если нет, не предполагает результат, то это и не начало. Это просто какое-то действие. Ну, я куда-то метнулся. Я что-то такое сделал. Если этот результат в самом начале не предполагается, то начала нет. Правда? То есть начало – это неразвитый результат. Если я начинаю лекцию, то я, наверное, имею в виду, чем я это закончил. Правда? А если я не знаю, чем я закончил, неважно, говорит. Давай я начну лекцию, а там видно будет. По ходу дела. Это вообще не начало, а хаос. А результат что такое? Уже легче. Они уже связаны. Как теперь результат изобразить? Результат – это не… А ты сейчас скажешь, где конечный пол. То есть где я оказался? Это как один человек работает, то есть я на участке, и вдруг сверху на воздушном шаре спускается один гражданин. И этот, который спустился, спрашивает, куда я попал? Тот так смотрит удивленно, говорит, вот попали на планету Земля. Думает, откуда-то спустился сверху. Наверное, инопланетяне. Что такое результат? Можно я скажу, как философ? Результат – есть развернутое начало. Ну, согласитесь, что это совершенно понятно, да? Вот как выразишь в понятиях – и понятно. Потому что если я говорю о начале, оно само по себе не может быть определено без результата. Начинать нужно то, что будет в итоге. Правильно? То, что будет в результате. Поэтому это… Ну, в каком виде в начале вы имеете? Вы имеете уже результат в начале. Как что? Как его предосхищение, да? Как первые шаги к нему. Как исходный пункт. Вот вы уже это говорили. Ну, надо исходный пункт читать. Это вот слово «результат» не хватает. Исходный пункт для того, чтобы получить результат. Тогда да. А результат, если уж он говорится, что результат, это должно быть не то, что взято само по себе, а в связи с началом. Вот результат вашего обучения будет в этом. Вот результат вашего обучения. Как может быть результат без обучения? Не может быть его. И не может быть без того, чтобы вы поступили. Если у вас есть результат вашего обучения в магистратуре, значит, вы должны начать, по крайней мере, учиться. А начать вы можете только тогда, когда вы твёрдо решили, что вы хотите стать магистрами в этой области. Правильно? А иначе я не понимаю, зачем вы сюда поступали. То есть, с точки зрения разъяснения этого дела, вполне, я думаю, всем понятно. Это совершенно понятное высказывание. Но вот чем отличаются гениальные люди от просто хороших? Тем, что они дают гениальную формулировку. Это гегелевская формулировка. Начало есть неразвитый результат, а результат есть развернутый начал. Точно так же, как он показывает, что вы не можете объяснить, что такое верх, без другого понятия низ. Верх – это не низ, а низ – это не верх. А отдельно изолированно объяснить верх без низа невозможно. Невозможно. Точно так же, скажем, нельзя иметь в виду возникновение без прихождения в становлении. Это противоположные движения в одном движении. Не может быть только возникновение без прихождения. Нет ничего такого, что было бы неприходящее. И в то же время нет ничего такого, которое бы не возникало. Что-то возникает. Находится в процессе движения. Так, ну вот мы теперь с вами уже имеем такую картину, что мы с вами… Почему мы, вроде бы, обсуждаем сегодня вот эти вопросы забастовки, которые прямо относятся к результату, правда? А потому что мы находимся в начале, и люди, которые начинают забастовки, они должны всё это, возможно, иметь в виду. А если вы это не имеете в виду, и не собираетесь это проходить, не собираетесь это предусматривать, то и не начинайте забастовку. Это такая сложная и серьёзная задача. Очень сложная и юридически сложная, и фактически сложная. Надо ведь, между прочим, идти информировать орган местного самоуправления, муниципалитет, о том, что у вас скоро будет тут забастовка на территории. Этот муниципалитет не может ни запретить, ни разрешить. Но если вы его не проинформировали, вашу забастовку суд может признать незаконной. Муниципалитет на этот случай скрывается, не приходят они к себе на работу. Закрыли дверь, чтобы туда не пришли. Вот мы так однажды с начальником консалтингового правового отдела правкома Дохера, товарищем Федотовым, заявились в муниципалитет морские ворота Санкт-Петербурга. А там испуганный гражданин говорит, а нет никого из руководства. А нам, говорит, нам и не надо. А что вы хотите, чтобы мы решили? А мы ничего не хотим. Вот вам бумага о том, что будет на вашей территории забастовку в порту. Вот будьте добры, распишитесь на втором экземпляре, что вы получили, и всё. И будьте здоровы. Отдали им. И уже этот пункт, без которого нельзя проводить забастовку, без риска того, что она будет признана только на этом основании, уже незаконно и уже нет. Я уже говорил о минимуме работы. Это тоже необходимое условие. Вы не можете не согласовывать. А если не соглашается другая? У вас конфликт с этой стороной. Вы добрались до забастовки, и тут с вами так запросто договорится другая сторона. И что тогда? А тогда вы обращаетесь в орган власти по месту расположения вашего предприятия. Куда? Ну, в соответствующий районной администрации. Район администрации решает или согласиться с вашим списком работ во время забастовки, или не согласиться, а согласиться со списком работодателя. Если вас не устроило решение районной администрации, тогда вы идёте, куда? Обращаетесь в суд. Ещё никакой забастовки даже нету, а только ещё вы к ней готовитесь. А в суд вам придётся туда идти. И уж если люди собираются бастовать, то они уж тут заниматься юриспруденцией должны вовсю. Они должны будут раз, и туда входите, в администрацию, и всё это оформлять, и переговоры с работодателем, и во время конфликта они должны контактировать с работодателем постоянно по поводу этого. Они же должны договариваться по поводу объёма. И, наконец, решит суд определить вот такой список, принять за основу или тот, или другой список, или работодатель, или работников. Тогда этот пункт тоже у вас выполнен. А пока он не выполнен, вы не можете объявить о проведении забастовки. Без того, чтобы не рисковать её судьбой, она будет объявлена. Поэтому в самом начале коллективного трудового спора надо иметь в виду, возможно, его продолжение, и об этом думать, и тогда только приступать к той процедуре, которая, будучи пустой, если она не имеет в виду вот это продолжение, она сразу наполняется содержанием. А что вы, как вы будете приходить на эту самую комиссию примирительную? А как вы будете оформлять потом дело о посреднике, который был посредник у вас и не был приглашён? А как вы будете потом решать вопрос с трудовым арбитражем? Так это всё решать нужно с учётом того, а как вы собираетесь действовать в дальнейшем? Если вы не придумали, как вы будете действовать в дальнейшем, так нечего тут и садиться. И вообще не надо начинать никаких забастовок. То есть если мы говорим о конфликте, зачем же начинать конфликт, если вы не продумали, как вы его выиграете? Вы же хотите использовать аргументы силы. Так если вы просто мускулами хотите поиграть, а вам в это время дадут по голове. Я знал, что он произвенит, этот самый звонок. Поэтому и лекцию назвал «Начало коллективного трудового спора». Значит, я и не обязан заканчивать эту лекцию в течение того времени, которое выделено на вот эту лекцию. Но начало я всегда могу остановиться в любом моменте. Правильно? Всё. Спасибо за внимание. «Начало коллективного трудового спора»